Здравствуйте! Сегодня вторник, 26 марта. В нашем ежедневнике мы расскажем о важных событиях, резонансных и интересных материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на завтра. О наведении чистоты и порядка в городе после зимнего сезона, а также о противоаварийном, ямочном, гарантийном и капитальном ремонте дорог в Пскове сегодня в прямом эфире программы «Кузница» рассказал глава города Пскова Борис Ёлкин. У наших подрядчиков пылесосов становится все больше и больше. И я скажу так, что и тротуарные пылесосы уже... Нередко, скажем. Да, нередко. Четыре года назад их вообще, по сути, 4-5 лет не было, ни одного. То сейчас, по-моему, если не память изменяет, у одного подрядчика их три, у другого два. То есть, ну, в зависимости от зоны работы, это именно пылесосы тротуарные, только тротуарные. Также купили новую технику наши подрядчики и пылесосы дорожные, и они ежедневно работают. Конечно, люди говорят, а где результат, но грязи еще достаточно много, поэтому убирать и убирать. Что лучше, настоящий китайский чай или индийский кофе? А какие полезные сладости можно найти в нашем городе? Как попасть на дегустацию настоящего чая? Где увидеть антикварную коллекцию чайной посуды? Об этом в эфире программы «Дело вкуса» рассказал владелец чайного дома купца и копейник купца в Пскове Айвар Метровскис. У нас есть и башкирский мед, и алтайский мед, и северный есть мед, и из Архангельска нам тоже поставляют мои замечательные друзья. Они уже давно на рынке. И, конечно, в нашей лавке купца, а конкретно именно на оптовой базе, потому что она скоро у нас открывается, там у нас представлен и псковский мед, это основа наша, потому что мы должны продвигать наш продукт. И чтобы гости нашего города знали, что нас тоже есть чем гордиться. Почти 20 тысяч федеральных льготников, проживающих в Псковской области, в текущем году будут получать набор социальных услуг в натуральном виде. Самой популярной услугой у псковичей стало обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Кто имеет право на получение льгот, что включает в себя набор социальных услуг и сколько набор стоит в денежном выражении, читайте в материале Псковской ленты новостей. Даты проведения познавательной на гастрономической ярмарке «Виноград» изменились в Пскове. В 2024 году ярмарку организуют с 21 по 30 июня, а не с 14 по 23, как планировалось ранее. Соответствующая информация следует из событийного календаря на туристическом портале Псковской области. Отмечается, что организаторы фестиваля остаются прежними. Подробнее на Псковской ленте новостей. Задержание вице-мэра, приговоры экс-депутата и отставка главы района. Эти события послужили поводом для субъективных оценок господина Рейтингомера, который представил на суд публики очередной выпуск своего легендарного проекта, за которым чутко следят все публичные персоны. Смотрите, читайте и слушайте на ресурсах Псковской ленты новостей. После состоявшегося на прошлой неделе ареста замглавы администрации Пскова Александра Градского, обозреватель Псковской ленты новостей Юлия Магера подняла наиболее резонансные коррупционные дела за прошедшую четверть века. Она предлагает вместе вспомнить, как расследовали уголовные дела, по которым почти никто не сел. Проверку по информации СМИ о рубке деревьев в Корытовском лесу проводит Псковская природоохранная межрайонная прокуратура. Проверка показала, что рубка деревьев произведена именно в границах земельного участка, отнесенного к городским лесам в районе Корытовского лесопарка. Срублено большое количество деревьев различных пород. В настоящее время осуществляется расчет ущерба, причиненного лесному фонду. Подробнее в материале Псковской ленты новостей. И о погоде в Пскове на завтра. В среду 27 марта днем облачно с прояснениями плюс 1, плюс 12 градусов. Ночью облачно с прояснениями 4,7 градусов со знаком плюс. Ветер южных направлений умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова